Добавил субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это его идея проводить такие семинары не только в России, но вообще по всем странам Европы Это его была идея создать тренерскую комиссию, в которой сейчас 12 человек И Россия Федерация попросила Европейский Союз О том, чтобы организовали в этот период семинары в Москве и в Челябинске И второй момент это по времени на завтра, потому что мы 3 часа здесь бездельничали Слишком большой перерыв между первой частью и второй И завтра мы начнем не в 3 часа, а в 2 часа И закончим чуть-чуть пораньше, и те, кому надо будет уехать пораньше, уедут просто чуть-чуть пораньше Да, то есть будьте, пожалуйста, готовы в 2 часа начать вторую тренировку И в конце концов, мы даем, наверное, сегодня вечером, один модуль И некоторые вопросы, это анонимный модуль В этом случае, я не хочу добавить имя, но просто отвечайте эти 4-5 вопросов, пожалуйста И завтра, пожалуйста, от вас Этсу просит некую бумагу, да, в котором вы бы написали просто 4-5 вопросов, которые вам интересно было бы, да, то есть которые вы хотели бы задать Просто без имени, то есть не обязательно написать имя, просто чтобы мы потом обработали это и понимали, что тренеры хотят видеть И обязательно, да, то есть те, кто регистрацию проходили, да, еще раз Поехали 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 В первом этапе я попробую ударить твои ноги, и ты не будешь, хорошо? Топ, ты мартируешь! Стойте там, просто передний немного присаживайтесь, чтобы было видно всех. В первом этапе ты питерешься твои ноги, и я турни. Я турни, я не largest он пласно. Я трудилась, я пытаюсь. Так что я пытаюсь, чтобы ты пъешь их вверх и пальцем. Второй ситуация, ты примерешь него на вас за стол. Триемя ситуация, ты на бок. Триемя ситуация, ты на бок. И я торгую, это так. Лучше. Лучше. Лучше, если ты всегда против меня. Это мне. Все время должны разворачиваться к противному. Его задача, забежать за спину или за голову. Так нельзя. Только одержать. То есть нужно и не бегать, а за счет переставного шага. То есть вы должны оказаться за спиной или за головой. Ваша задача. Задача того, кто сидит или лежит, все время встречать передом. Один. Один. Два. 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 Первый раз просто так делаете. Второй вариант, это когда руки лежат на колене. И третий вариант, задание такое можно давать, когда партнер лежит на спине. Окей? Два. Давайте попробуйте. Все из этих. Попробуйте. Два. 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 Если ты обманчиваешь, то вы обманчиваете. Добавляйте. Добавляйте. Один. Хорошо. Добавляйте! Все, что я выражу. И вот вы делаем все обравнивание. Быв, мобильный. Добавляйте. Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Каждый раз вы должны давить по диагонали к плечу. Это когда вы делаете кесе-готами. На лимитах есть лицо, где вы должны лежать вперед. И мы не должны давать к плечу. К плечу должны быть в центральной линии тела. Здесь также диагональ. И снова переходите к кесе-готами. Сейчас мы делаем это без рук. Посмотрите. Задача только контролировать своим телом. Только телом. Мы также не должны касаться головой и татами. Если вы туда уйдете головой, то паркур может вас опрокинуть. Нужно всегда уйдеть. Посмотрите. То есть все время контроль. Это мне всегда позволяет иметь мои опыли. И в контролке такое же положение и зеркальные капицы. Давай! Давайте! Продолжение следует... 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 Дальше, когда он создает space, я должен избавиться, но сразу попробовать найти в фронтальной позиции, чтобы быть готовым к аутро-атакам Дальше, когда мы понимаем, что мы понимаем, что мы понимаем, что мы понимаем альтернативная позиции Добавляйте это, чтобы немного двигаться здесь. Это важно, потому что если я делаю это, то вы просто делаете это. В винах у них два места, которые поliaются, у нас очень важна координация между ногами и руками. Контроль. Посмотрите. Контроль продолжает. Колено не отпускается. Время контроля. Окей? Ноги сюда можно трогать? А что нельзя? Портреть можно. Правила учить. Что, что? Это только между нами. Это положение не ваза. Если он стоит, а партнер лежит на татами, это не ваза. Если он не ваза, то он может работать. Это важно, чтобы остановить действие. Это как сейчас он ваза. Первое, это остановить. В этом случае партнер оказывается полностью на татаме. Отсюда наступает положение на ваза. И тогда вы можете с такой же использовать уже и комплекс. Можно на левую ногу. Хорошо. Бегом. Бегом. Ну как я даже покажу вас, если вы его вместе. Я не хочу, чтобы подъехали, чтобы подърли, но чтобы подърли. В этом случае, чтобы подърли в интервью и подърли в тему, чтобы подърли, чтобы подърли в две руки. Это первое, что он движет с этим. Посмотрите на это движение, да, как уходит она. То есть нельзя дать ему возможность... Вы должны избежать возможности захватить вашу ногу. В этом направлении, как можно устроить ногу. Откручиваем ногу. В этом направлении, на движение, на движение. В этом направлении, если я спинусь, как я, без того, как я подбираю ногу. И мы расслабляем, ни здесь, ни здесь, ни на право, ни на право. Я контролю, и я пускаю. И я пускаю. И я не могу. В результате, это мне место, чтобы я не пускаю. Я не пускаю. Если ты не пускаешь, то я возьму рот, Если я не движусь самим, то создать место. Если партнер снизу не делает никаких движений, то вы тогда создаете Если ни тот, ни другой не будет создавать дистанцию, то невозможно сделать этот проход Посмотрите, если он не двигается Посмотрите, эта нога до конца контролирует его И только после этого переходит Многие люди делают это Это и это Если я контролирую, то вы можете уйти дальше Если партнер снизу не будет возможно, то есть Если я контролирую дистанцию, то же самое Если я контролирую дистанцию, то снизу то же самое Дистанция не контролирует по моему или по моему партнеру Он контролирует по двумя Кто-то из вас делает дистанцию либо нижней, либо верхней Вы должны создавать пространство Давай! Работай! Открывай! Пять минут перед этим Вы должны помнить о том, что их также можно показывать и детишкам вот этого возраста То есть это не сложное на самом деле упражнение Это все упражнения, они очень быстро схватывают Потому что иногда мы думаем, что это слишком тяжело для детей Но в этом году, 8, 9, 10, 11 лет Это точно Когда они могут пытаться, то есть это тяжело Мы делаем, как это Обязательно нужно эти упражнения давать, потому что иногда мы думаем, что некоторые упражнения слишком сложные для детей Ничего подобного В этом возрасте они очень восприимчивые И зачастую делают гораздо быстрее То есть мы начинаем себе придумывать, что это очень сложно Там нужно 1, 2, 3 повернуться Для них гораздо это легче Они зачастую не задумываются о сложности этих упражнений И делают их просто естественно достаточно Поэтому пробуйте давать вправо-влево Они всегда это делают с большим удовольствием То есть не нужно за них Подытожим, да? Не нужно за них решать, что сложно, а что нет Давайте Чем больше у них будет возможности пробовать, тем лучше они будут Тебе чуть-чуть даницу, да? Копопей, мне дачу, да? Коплея, снидер, я не считаю Как раз, я не считаю Как раз, я не считаю Как раз, я не считаю Но я не считаю Как раз, я не считаю Как раз, я не считаю Посмотрите, что Акада Сэнсэер говорил о необходимости Кудзуши в стойке То же самое, очень важно помнить о необходимости Кудзуши в партре лежа, в ревазе Посмотрите, вы должны все время решать баланс Он тянет, да? Да, для того, чтобы противник потерял баланс Если я делаю то, что я делаю, то я делаю здесь. Это не возможно. Если противник не будет выводить из равновесия, если он будет хорошо себя чувствовать и уверенно на ногах, то это очень тяжело что-то сделать. Когда он теряет равновесие, тогда легко делать различные действия. Я делаю это. Я делаю это. Я делаю это. Когда мой партнер не будет прицел, это же самое. Если я делаю это, то я делаю это. Очень тяжело. Если он находится в этом положении, в положении черепахи, то это тяжело. Но если вы начнете выводить из равновесия, то он раскрывается и есть возможность атаковать. Я делаю это. Я делаю это. Я делаю это. Я делаю это. Все время обязательно. Кудзуши, бифо. Тоже самое. Тоже самое. Спасибо. Теперь Акаве Сэнсээ немножко расскажет о тоже самом распродажении Леваза в борьбе лёжа. Те фундаментальные, базовые точки, которые вы должны помнить, когда обучаете своих ребят. Как и вы. Жан-Пьер до этого сказал, что очень важно и базово для борьбы лёжа, это когда вы всё время партнёру лицом разворачиваетесь. То есть очень важно. И пожалуйста, не акцентируйте на моменте, когда один на четверенько, другой сверху. Такие положения встречаются, но задача не учить этому, а больше учить разворачиваться и встречать противника лицом к лицу. Т.е. есть такая тенденция, что, например, те, кто сильные, у кого развитое тело, для них самый простой способ научиться защищаться, это просто напрячься и не дать ничего сделать. Но, к сожалению, это не приведёт никакому росту их борьбы лёжа. И поэтому в будущем они перестанут, они не будут сами атаковать и начнут проигрывать, когда выравняется положение по физическим кондициям. И в будущем, когда вы встречаете противника, очень важный момент, это как использовать свободно свои ноги. Возможно, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете? До этого джампер показывал, как использовать упражнения для подготовки всего тела. Сейчас мы перейдем к тому, чтобы показать специальное упражнение для того, чтобы использовать свои ноги как в атаке, так и в защите. Сначала небольшие упражнения. Давайте сначала немножко их посмотрим. Сейчас упражнения, такие самостоятельные упражнения, без партнера, которые детишки начинают в Японии делать. Ашкири называется упражнение. Это противоположное, то есть если есть велосипед, вы крутите туда, то это наоборот упражнения. Вы должны толкать пяткой и вытягивать колено. Это первое упражнение. Следующее упражнение это сюда, вращение внутрь. И в другую сторону. Это очень хорошее упражнение для того, чтобы научить их свободно пользоваться своими ногами, а также развивать шею. Потому что здесь в этом упражнении они должны касаться подбородком. То есть это укрепление шеи и также укрепление пресса. Ну примерно, да, то есть продолжение. Порядка 50 раз они делают одно упражнение, 50 раз другое, 50 раз третье. Это хорошая тренировка для всего тела, не только для ног. Давайте попробуем немножко поделать. Пострясённый. Пострясённый. Хорошо, попробовали немножко. Помните, что здесь и должны ноги болтаться. Да, я немножко от себя добавлю, потому что когда вы делаете это упражнение, ноги вы болтаете. Здесь расслаблено. Не такая нога. Нога должна быть напряжена. Здесь такая. Когда вы делаете обратный велосипед. Такая. То есть не просто толкнули. Раз, два, три. Это усилие. Здесь тоже самое. Это усилие. То есть нога. Не просто. Эти ноги, они должны работать. То есть вы работаете сюда, и вы работаете сюда. Это очень важный момент. Чтобы у вас стопы были, да, работали. Потому что две пятернии стопами будете упираться. То есть это упражнение для того, чтобы выталкивать, сбивать вашего противника. Это очень важно даже для людей, которые высокого уровня. Они могли то же самое делать. То есть постоянно повторять. И, конечно, это все. Это очень важно! Да. Теперь у вас будет много треков. Так что вы можете сделать, чтобы вы не хотите делать. Это очень важно. И, конечно, я не рассказываю. То есть это упражнение, я не буду использовать. Это упражнение. И потом, когда следующий этап, когда они становятся взрослее, им дают больше гораздо, и там таких вот упражнений с использованием, да, и переходов, атак, и переходов различных с использованием норм очень много. Ну, слушай, тогда что-то такие, и меньше, чем-то. Давайте еще, да, еще немножко, две минутки, еще то же самое поделаем, только с акцентом на то, чтобы вы это делали с усилием. Это должно быть... Вот, ну все, все, еще раз, нормально. Следующее, это в парах упражнения. Вот, то, что я вначале делал ответ на то, что вы должны свои ноги напрягать. То же самое, сейчас стопами плотно захватываем подколенный сгиб партнера. Упражнение для контроля. Дай контроле ног, да, то есть вы должны своими ногами контролировать вашего противника двигателя. Ну, давайте сейчас поделаем чуть-чуть, да, только внимательно, потому что он говорит, что нахну, я заметил, что у некоторых ног не хватает растяжки, да, но поэтому аккуратненько поделать. Он говорит, давай, как я стою, он мне говорит, давай. Дай. 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 Следующее упражнение, поднять и опустить, несколько раз покачать из этого положения, потом перекатить То есть вы контролируете вашего партнера, ногами поднимаете, да, с контролем плотностью тела, и несколько раз повторяете это упражнение И после этого? Сильно не надо тянуть руками, больше ногами поднимать, здесь только чуть-чуть Грудь в грудь, его подтянули, чуть-чуть был контроль здесь, и после этого за счет переката Помните, что дистанция должна быть у вас не слишком длинной, а чуть-чуть сюда, как бы подни его Раздвигаем ноги, поднимаем, несколько раз покачали и потом перевернули Такое упражнение Давайте попробуем поднять Попробуйте на правую, на левую сторону, да, поменяйте руку Попробуйте на правую, на флоссе Да, отсюда переход на удержание Упражнение, да, такое же? Переход Правая у нас направо, левая налево Крестный захват, да, получается? Пошли к себе От плеча до центра спины Вот эта должна быть диагональ То есть вы берете пояс на центре спины Не здесь Так, чтобы от плеча была, да, рука проходила Даже, может быть, чуть-чуть там Так, чтобы от плеча от друга От плеча под вкраты Так как он захочет его убрать Поэтому вы должны Внутри, разве Их нужно попасть на бед! Отпускаете локоть и берете рукой пояс. Иногда можно перехватить ногу. Это более простой вариант для объяснения. Моги вытягиваются, вытягивая двумя руками, и двумя ногами сразу же начинаете контролировать ногу. И в ту сторону, которую плечо у противника вы контролируете, в эту же сторону перекатываете. Понятно? Потихонечку начинаем медленно. Упражнение, если будет получаться быстро, вы можете уже побыстрее переходить. Подождите, подождите, подождите. Ребята, сходите. У меня есть только один из разных способов, но я не знаю, что все действия. Я не знаю, что все действия, но я не знаю, что все действия. Точкой к точке должны правильно делать. Топ-ривель, в результате, что нужно быстрее делать. На высоком уровне все гораздо быстрее происходит. Как только есть возможность, сразу переход к технике. Но, если мы не можем, то, что касается нашего возраста, мы должны потихонечку, не торопясь, спокойно от точки к точке переходить. Для того, чтобы раз за разом повторять правильные варианты техники. Все, давайте. Чуть-чуть пошире. Большинство делает уже хорошее, правильно исполняет. Но, чуть-чуть есть там некоторые ошибочки. Давайте еще раз пробежимся по базовым основным точкам. Подтягивайте своего партнера, не важно в каком захвате. В принципе, это не суть важно. Но вы должны подтянуть его сюда, к себе. Вот, до суда очень важно, как правильно взять. Подтягивайте. 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 Область плечо партнера, а головой проходит в заин. Подтягивайте. Вернее. Груди. Помнил и русский. Грудь в грудь. Двумя руками постарайтесь захватывать пояс. Это самый оптимальный вариант. Некоторые делают без захвата подмышку. Это тоже хороший вариант, но этот более плотный. Двумя руками постарайтесь. Подтягивайте, сильно поднимайте его. Вытягивайте его на себя, чтобы протянуть к себе, к груди. Двумя руками, поднимая ногами, переводим в сторону, сваливаем. Есть кто-то, кто делает из этого положения? Отсюда. Отсюда не очень хорошо. Менее плотно получается, и у партнера есть возможность сразу же удержать. Отсюда такой возможности нет. Вы сразу его прижимаете к груди. Это очень важный момент. Это не просто так делать с акцентом. Это значит, что многие не обратили на это внимание. Еще раз. Еще один момент. Ребята, по поводу позиции, в которой вы здесь оказываетесь. Почему иногда бывает это делать? Вот я посмотрел тоже, сейчас ошибка. УКе слишком расслаблен. Кто-нибудь, кто мне? Парень. Оппозиции. Парень. Парень. Когда вас тянут, иногда получается вы такие. Это не очень хорошо. УКе не должен так реагировать. УКе должен, когда идет, чуть-чуть реакцию давать. Обычно, когда идет, УКе хочет это сделать. То есть, он не дает себе. Он отказывается здесь. Так нельзя делать. Тогда отсюда надо выходить, и выходить. Это так неправильно делать. УКе должен, что это будет удобно. И следующий момент. Обратите внимание на стойку у сенсея. Сенсей все время сидит, спина ровная. Он не делает, туда не отваливается. Это плохо. Так тоже нельзя делать. Это позиция. То есть, спина ровная, и вы его находитесь здесь. То есть, вы его встречаете, сидя на ягодицах, не лежа на спине. Сидя на ягодицах. И здесь тогда получается... Это эксоснекс. И еще, да? То есть, когда вы делали, это упражнение, вы поднимаете высоко его. Это не обязательно делать на этом. То есть, сразу, вы чуть-чуть оторвали его, сразу старайтесь бросить его в сторону и накрыть. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше у него шансов для ухода. Все? Да? На этом все. Следующее упражнение. И еще одна вещь. Значит, как вы делали из-за стойки? Ну, обычно, в это время, 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 в это время. Право-лево зависит от вашей стойки. Неваза на то, что касается Неваза, лучший вариант, это когда вы берете крест-накрест на захват и как можно глубже берете отворот сзади. Таким образом вы можете использовать ваше запястье и предплечье. Сейчас ваш партнер не может развернуться в эту сторону, потому что вы контролируете его шею. В этом случае у него получается рука остается там и вы можете ее использовать. И вот эту сторону легко вывести, перевернуть. Теряем палом, так же оттуда легко переходите на дышать. Еще раз. Мой колец. Хорошо. Хорошо. Посмотрите. Вот здесь. И используя кисть. Вот так. Посмотрите. Просто используйте два кисть. Запясть. И немножко притяните свою руку к себе. Вытягивайте чуть-чуть на себя руку. Выталкивайте колено. Надо сделать его прямым. И используйте свою ногу для того, чтобы перевернуть его. Это очень важно. Очень важно. И я вам объясню. Это блестер. Очень важно тоже. Посмотрите, что нога напряжена, она не расслаблена. Стопа. Контроль, контроль. После этого меняем. Это как раз та техника, которую детишки должны достаточно быстро схватить. Потому что здесь вот есть то движение, которое мы делали в начале. Вот это вот Ашакири, которое называется. Оно здесь используется так же. То есть ногами подтягиваете сюда и переворачиваете. Поэтому это очень просто. И второй момент. Обратите внимание на захват от ворота. Флотно нужно захватывать. Если вы будете здесь держать, то вы не сможете его управлять. Это тяжело. Поэтому как можно плотнее пасывайте. Попробуйте. Разворачивайте. Здесь чуть-чуть сгибаете в локте. И прижимаете подмышку. Закрывайте подмышку. Вымеваете и разворачиваете. Используйте тело, ногу. И переходим на Акесе. Давайте попробуем. По возможности пробуйте вправо и влево делать. Переработаете. Время. Продолжение следует. Попробуйте. Поехали! Да, сейчас мы немножко поделали ту ситуацию, когда мы лицом к лицу встречаемся, это самый лучший вариант, когда вы можете атаковать. Вот теперь ситуация, когда все-таки партнер оказывается на четвереньках, один лиз, и вот из этой ситуации простой переход на удержание. Три точки должны быть, да? Что теперь? Первая. Постарайтесь набрать дальний отворот противника, да? Посмотрите, да? То есть дальний, без подмышки забирается в дальний отворот. Следующий, да, вторая. Да, это захват противоположного локтя, и подтягиваем его. Сюда вытягиваем по диагонали и разворачиваем в сторону облака. Да, это, помните, для детишек, да, удачи. Вот. 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 Ну, вот, вот. Ну, вот. Детишки вначале иногда не очень хорошо держат джидоги, да? То есть они не могут... Для них иногда бывает тяжеловато просто использовать, да, джидоги. Для них иногда бывает тяжеловато просто использовать, да, джидоги. Поэтому захватываете локоть. Окей. Такое. Тут вытягиваете локоть в сторону, и разворачиваете на кислород. Это самый-самый такой простой. Ну, то есть, один из вариантов, из чего можно начинать детишек, показывать переворот из этого положения. В terre, как это было встановлено? Второй вариант, когда двумя руками захватываете противоположный локоть, подтягиваете, закрываете подмышки обязательно, ставьте вверх И своей грудью теперь давить на него То есть не просто накатывай, а нужно своей грудью давить и накатить вперед И после этого переход на Йохоши-хагатами Конечно же вы понимаете, что это техника для детей, для начала, для начала, для обучения И еще один Поднимаем локоть наверх То же самое ищем Добавим возможность надавить грудь в грудь И начинаем просто накатывать, давить его Это очень важный момент, посмотрите, грудь должна быть внизу, да, то есть не должны животом туда давить То есть можете не только за кояс, можете взять сюда Давить грудь в грудь Это три базовых варианта, с которых начинается обучение детишек от 8-12 лет Которые приходят именно в клуб Какари-сенсей Именно вот эти вот варианты показываются как базовые для обучения И в центре у них много разных сетей В центре у меня есть у нас И вот такие вот варианты Но на самом деле Добавим в других и мастерах И у меня есть Есть, конечно, кто делает более хорошую техники То есть приходят ребята, которые показывают более высокую техники Но для этого, конечно, очень важно изучиться делать это Почему? Давайте, вот эти три варианта попробуем Спасибо.